Теперь мы умеем заходить на сервер и выходить с него. Однако для полноценной работы нам потребуется научиться еще копировать файлы, как с нашего компьютера на сервер, так и обратно. Давайте приступим. Для копирования используется команда SCP. Она очень похожа по синтаксису на SSH, а SCP означает копий. Итак, ей также надо указывать порт, если ваш сервер имеет порт. Единственное, что здесь буква P должна быть большой, и номер порта должен следовать перед логином и адресом сервера. Далее логин и адреса сервера, как обычно. И теперь, если мы хотим копировать файлы с сервера на клиент, то надо указать путь на сервере, пробел, путь на клиенте. Если же наоборот, то перед логином указываем путь на клиенте до файла или до папки, а далее путь на сервере. Стоит отметить, что пути можно указывать как обычному копию, то есть со звездочками, вопросиками и тильдой для обозначения домашней директории. При этом в пути 1 тильда будет обозначать домашнюю директорию на вашем компьютере, а в адресе сервера в пути 2 тильда будет обозначать домашнюю директорию вашего пользователя на сервере. Давайте попробуем, как это работает на практике.